Уважаемые коллеги, не совсем по данной тематике, но тем не менее тема, которая сегодня будоражит... Владимир Яковлевич, это я сказал, под стенограмму. Вы взяли по этому вопросу перерыв и не с этого начинаете? Пожалуйста. Значит, в нашу фракцию, как и во все остальные, мне это доподлинно известно, поступает огромное количество обращений жителей города, которые оформили кредиты, в том числе на ипотеку, особенно в валюте. Они оказались сейчас в тяжелейшей жизненной ситуации в связи с возникновением непредвиденных обстоятельств, повлекших за собой невозможность осуществлять своевременные и полные текущие платежи по всем кредитным обязательствам в результате стремительной девальвации рубля. И, как следствие, падение уровня жизни. Ряд банков начал реструктуризацию долгов своих заемщиков путем повышения процентной ставки по уже взятым кредитам. У большинства из них отсутствуют программы рефинансирования валютных кредитов и перевода валютных кредитов в рублевые. В особо тяжелом положении сегодня оказались заемщики по ипотеке, особенно в валютной. Тем более, что в валюте они вынуждены были кредитоваться в связи с немотивированными, без письменного объяснения причины, отказами банков сделать это в рублях. Заемщики в сложившейся ситуации не просят просто списать их долги, а готовы исполнять свои обязательства на справедливых условиях и надеются на государство. Что оно в соответствии со своими конституционными положениями обеспечит эти условия. Статья Конституции номер 75 звучит буквально так, зачитываю. Защита и обеспечение устойчивости рубля это основная функция Центрального банка Российской Федерации. Не справился Центральный банк РФ с этой своей одной из основных задач. В итоге мы предлагаем следующее. В связи с этим депутаты фракции КПРФ считают необходимым предложить председателю правительства Российской Федерации господину Медведеву, председателю Государственной Думы господину Нарышкину заключить соглашение с банками по валютным кредитам, особенно в валютной ипотеке, предусмотрев в нем мораторий на какие-либо действия банков в отношении к заемщикам, связанных с обращением взыскания на объект займа. Это касается в том числе ипотеки, если такие заемщики оказались должниками после октября 2014 года. То же самое предлагаем предусмотреть монаторий на повышение процентных ставок по уже взятым гражданами кредитам до 1 марта 2015 года. Разработать и принять совместно с Центробанком и представителями всех фракций в Госдуме конкретные действия, антикризисные меры в отношении граждан, имеющих кредитные обязательства, особенно производящих выплаты по ним в валюте. И четвертое, в первоочередном порядке принять в третьем чтении федеральный закон о реструктуризации обязательств граждан по кредитным договорам и договорам займа, выраженных в иностранной валюте, в валюту Российской Федерации. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, внесен документ, мной объявленный 5-6-80. Справка зачитать вы хотите?